друзья привет вам всем огромный я уж прям соскучился по вам сегодня на нашем канале мы решили продолжить тему соуса прошлый раз мы делали соус томатный типа кетчуп друзья знакомые задавали вопрос а может быть чуть такой необычный сделать нам родители прислали этот раз торнослив из торна можно сделать ткемали обычной ткемали все знают что это такое а кто-нибудь ел в чистом виде ткемали конечно соус замечательный а если вы смешать с томатным соусом получается немножко необычный другой соус вот поэтому на эту тему я решил сегодня немножко поэкспериментировать и давайте с вами попробуем сделать соус из торнослива из томатов болгарский перец у нас естественно суда еще пойдет чесночок немножко для нотки острый перец ну и мы потом еще добавим сюда какие-нибудь травки была идея сначала все это дело прокрутить на мясорубке с приставкой как прошлый раз помните мы делали томатный соус приставка круче на мясорубке прогоняет сок с мякотью делает ну как бы кожица отбивает семечки отбивает но сегодня у нас пришла в голову другая мысль проделаем все это самое на обычной мясорубке прогоним а потом для того чтобы отобрать всякие кожицы семечки и все такое прочее мы это дело перетрем через дуршлаг мы уже со златой отобрали косточки из нашего торна все остальное я просто порезал приготовил сейчас на мясорубке прогоним все на свете и как я вам говорил чеснок желательно запускать в конце поэтому мы его запустим в последней партии и отберем не будем кипятить запустим под конец всей процедуры запускаем нашу помощницу и начинаем крутить наши ингредиенты и 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 а вот теперь смотрите я специально немного оставил болгарского перца и чеснока на потом почему когда мы поставим кипятить наш будущий соус ясно изначально сразу не хочу сразу туда запускать чеснок чеснок мы до запустим под конец уже когда соус будет почти готов ну а чтобы чесноку было ну скажем так не скучно немного оставил перца вот с остатками перца прогоню чеснок и вот он пусть полежит когда у нас будет соус почти готов вот тогда мы его добавим если помните я прошлый раз говорил что чеснок жареный вареный пареный он обладает не очень так вот специфический вкус у него все-таки не всем нравится лучше чтобы была нормальная хорошая нотка его добавлять в конце чтобы он не очень долго жарился все а и и и и и и Продолжение следует... 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 прогонять гас я выключу так вот поможем сейчас процессу немножечко подтолкнем ну вот смотрите соус мы протерли через сито смотрите какой соус получился он получился однородной достаточно густой никаких лишних ни кожуры ничего не осталось сейчас мы его еще раз доведем до кипения пришла пора запустить сюда наши вкусняшки в виде перчика и чеснока все это дело сейчас закипит буквально чуть-чуть покипит перец мы отсюда берем выкинем остальное все собственно по банкам да до того как по вам по банкам злато еще сюда добавит соль и мило давайте дождемся как закипит и вернемся к этому процессу ну вот пришло время добавить соль и мед так на этот объем добавляем две ложки соли и мед соус должен быть сладко кислый так ну и размешаем потом обязательно попробуем прежде чем закатывать по банкам банки мы уже приготовили крышки вскипятили останется только разлить и закатать перчик можно удалить ну что сейчас буду пробовать вкусно остренько вкусно сахарку можно ли меда наверно все отправлю сласти немножко не хватает вообще классно получится соус в итоге с мясом будет здорово мы любители макарон будем с макаронами есть прельсть еще раз попробую помидоры сюда прям очень кстати пришлось да теперь достаточно очень вкусно сейчас тоже скипает побулькает прям несколько секундочек и разливаем по банкам подписывайтесь на наш канал оставляйте свои комментарии задавайте вопросы до новых встреч пока